Ну, благотворительность, я не верю, что кто-то там отмывает деньги, я не верю во все эти отмывания денег, вот, не верю. Может быть, какие-то есть исключения, которые уж совсем являются исключениями, которые подвижают правилу. Благотворительность, я думаю, она делится на, возможно, как бы имеет две основные цели. Одна цель, это когда что-то, вот, какая-то область, вот, человек, который занимается благотворительностью, задевает за его сердце, да, и он хочет туда сделать какой-то некий исходящий поток, бескорыстно, да, как бы ему хочется это сделать, и все, вот, он понимает, что вот что-то у него связано с его, там, судьбой как-то, да, вот, у меня когда-то, например, рождался ребенок, тяжело, да, то есть, и третья девочка, и во время родов там сделали ошибку, что-то эти, ну, ну, неважно сейчас, да, но я это переживал сильно, потом я подумал, а почему бы не попробовать как-то исправить ситуацию. Вот мы 15 лет этот сейчас содержим роддом и ввели туда свою программу, там, стимулирование, условно говоря, персонала, чтобы они относились к роженицам по-человечески, там, ну, то есть, там целая такая, целая программа, она 15 лет существует, для того, чтобы просто вот они рожали, эти женщины, находясь в роддоме, чувствовали как вот в семейном кругу, чтобы к ним такое отношение было, все вот так, да, то есть, это одно. Вторая причина, по которой люди это делают, это связано с тем, чтобы в пространстве вот этом вот как бы информационно-духовном пространстве, как бы общественном, завоевать себе право или дать себе право существовать, чтобы тебя приняли, да, чтобы тебя просто вот считали, условно говоря, вот это вот как бы этические расчеты, плохой-хороший, плохой-хороший, чтобы тебя считали хорошим, то есть, да, вот, хороший человек, какой он хороший. Здесь как бы в этой ситуации люди могут и не так много тратить денег на благотворительство, но сильно это пиарить, то есть придавать этому значимость, да, то есть везде об этом говорить, там что-то еще, то есть как-то нацелено, и цель этого, да, создать за счет минимальных денег, как бы по затрат, создать такое вот в обществе, так сказать, как бы, да, идею о том, что вот это там, да, человек, значит, благотворитель такой крутейший, вот, ну то есть я думаю, что в глубине души, если так посмотреть, наверное, в разной пропорции обе эти существуют у людей, я думаю, там, да, и потому что все, ну как-то так все это, вот, ну в любом случае, как бы там ни было, все равно хорошо, когда человек, который занимается благотворительностью, например, да, строит храм, например, в этой стране, ну в России, например, да, ему, ему сама родина России становится дороже, он здесь след оставил, понимаешь, он уже не уедет куда-то за границу жить или еще что-то, потому что здесь его часть, вот его, понимаешь, ничего-то казенного, там, прибыль до прибавки, а наоборот, он сюда вложил, вот часть свою, ну вот это все переживал, дал, вот это все как бы привязывает людей, это делает, мне кажется, тут одна польза только, это я уж не говорю, кроме того, что плюс к тому, что там вообще появился этот храм, например, вот. Субтитры подогнать.